Остались без тепла. В редакцию ТСН обратились жители нескольких домов по улице Старцево. В многоэтаж, как до сих пор, холодные батареи. Не нагрелись они и в детском саду номер 419, что по соседству. Напомним, в Перми отопительный сезон официально начался с 18 сентября, а соцобъекты вообще начали подключать за неделю до этой даты. В чем причина отставания от графика, выяснял Евгений Гуляев. Житель дома по адресу улица Старцево, 15-4, Людмила Дуняшева рассказывает, что тепла до сих пор нет ни в их доме, ни в девятиэтажке по соседству, ни в детском саду номер 419, что расположено между зданиями. То, что в садике холодно, знает не понаслышке. Туда ходят два маленьких внука. Ни бассейна, ничего нет, потому что нет тепла. Кофта ходит, кофта, колготка. А вот Юлия Морина ведет в детский сад шестилетнюю дочку. Женщина рассказала, что тепла в дошкольном учреждении еще не было. Его еще не давали. Вот здесь вот приезжали тракторы, рыли что-то и что-то, видимо, опять не получается. По словам работников детского сада, с наступлением холодов уже начались проблемы. Родители-то не жалуются? Да, не жалуются. Все нахуй даже бредят все. Кроме того, работники дошкольного учреждения подтвердили, что где-то на теплотрассе произошла авария. Когда будет устранена, никто не знает. Ну, у нас два дня было отопление, а потом произошла авария и все. А как сейчас справляетесь? Ну, понятно, маленькие дети. Обогреватель дополнительно ставите или что? Ставим, если холодно. Мы связались с поставщиком тепла пермской сетевой компании. Нам рассказали, что та сеть, на которой произошла авария, бесхозная и не входит в их зону ответственности. Посоветовали обратиться в администрацию Мотовельхинского района. Там ответили, что на теплопроводе произошел порыв. На место выезжали специалисты, приглашали сотрудников ПСК, но они отказались проводить осмотр места утечки. Район осмотр. По адресу Молева-2 выявлена действительно утечка. Градина, проходящая по этому жилому дому. На сегодняшний день, к сожалению, ситуация не устранена. Данную информацию мы направили в прокуратуру района. Что касается соседних домов, то в администрации районы рассказали, что тепла в них нет не по причине аварии. Ежегодный ресурс до этих зданий в силу разных технических нюансов доходит позднее. Если до 1 октября это не произойдет, посоветовали звонить на телефон горячей линии. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.